Приветствую, друзья! Вот видите, какая чудесная картина. Ну, мне очень нравится. Просто с ума сойти. Ну, такая прекрасная картина. Это мне помогла Наташа Пашкевич. Мы коллективный разум создаём, включаем, друзья. Помогают ли люди рисовать или создавать какие-то произведения? Конечно. Вот я эту картину долго держал у себя на балконе. Она год, по-моему, или два даже лежала, потому что я чувствовал, всегда она недоделанная. И вчера ночью решил доделать. И так её испортил вообще. А вот позвонила Наташа Пашкевич. Я говорю, Наташа, давай включай коллективный разум. У нас же есть в школе Человек будущего Homo Futurus, когда мы совместно все делаем что-то. Она говорит, да-да, я знаю. Ну, давай, говорю, подсказывай. Как тебе? И она мне говорит, слушай, может быть, здесь немножко огня добавить, или, может быть, здесь щечку немножко подсветить. Да. И я раз и сделал. Ну, где-то буквально за 15-20 минут. Посмотрите, какая. А я говорю, а может быть, там как-то вот лицо какое-то неестественное. Я-то хотел раньше, что свеча полыхает, освещает путь, человек идёт, как данка из сердца вырвала огонь-то всех. Ну, так вот идея была раньше, раньше. Она говорит, да нет, говорит, очень даже хорошо. И именно вот так вот, что вот так непосредственно, что даже челюсть отвисла. А это же, говорит, так естественно. Тут ничего нет искусственного в этом выражении. Поэтому, говорит, эта картина так захватывает, завоёвывает, включает, прямо сердце включает. Ну, Наташа так сказала. Я не знаю, друзья, вам как это нравится или нет, но я чувствую. Ну, честное слово, это шедевр, я так понимаю. Ну, смотрите, потом и дальше с Наташей. Я говорю, слушай, Наташа, у меня есть ещё одна картина. Мы так мучаемся, мучаемся. Я, говорю, уже советовался с друзьями из нашей школы. Там, говорю, ну, юноша пузыри пускают мыльные, рука никак не получается. Ну, не получается и всё. Вот там соломинку держит и пузыри пускает. Размечтался вот такой, смотрит в небо, бесконечность, пузыри пускает. Думает о будущем. Ну, рука не получается. Да, буквально накануне я вот её тоже советовался. Да, но не получается рука. Ну, никак. И вот теперь, посмотрите, что произошло. Мы с Наташей разговариваем на эту тему. Я ей показываю эту картину, где рука не получается. Рука не получалась, рука не получалась. Вы, наверное, эту картину уже видели. Потому что я в прошлый раз её показывал. И там рука была не так, как надо. И вдруг она мне говорит. А ты её, говорит, просто возьми и прикрой ещё одним мыльным пузырём. Вот что такое коллективный разум. Одна голова хорошо, а два лучше. Но самое главное, чтобы был синергетический подход. Чтобы взаимодействие было. Когда хотят помочь, когда сопереживание есть. Вот этот механизм. Ну и вкус, конечно. Да. Мы на самом деле создали это направление новое. Когда коллективным разумом создаём произведение. Это очень сложный момент. Потому что помните басню? Как там собрались художники? По-моему, у Крылова, если кто помнит, напишите в комедии. Я никак её не могу вспомнить, сколько не вспоминаю. Там художнику советуют как-то нарисовать. И в конце концов получился эролаж. Ну а здесь получилась прекрасная картина. Посмотрите. Задумчивость такая. Мыльные пузыри. Глаза какие глубокие. Посмотрите. Вы просто приглядитесь. Приглядитесь. И рука получилась. Потому что её просто нет. Функция есть. Это как в этом, в Тризе. Функция есть. А деталей самой нет. Которые функцию выполняют. Но она предполагается. Вот она рука. И в конечном счёте. Я поблагодарил Наташу. И сказал. Давай следующий ролик сделаем. Про кого ты хочешь сделать ролик. До кого ты хочешь сделать ролик. Адрес твой. Ну кто будут смотреть. Кому ты хочешь сделать. Чтобы было интересно. Она говорит. Да, я айтишников хочу. Ну давай, да, айтишников. Мы с ней сделаем ролик следующий. Но я ещё не закончил. Момент. Дело в том, что у меня ещё одна картина. Вчера я тоже с балкона вытащил. Старую свою картину, которая год-полтора там была. И решил нарисовать. И всю ночь рисовал, рисовал, рисовал. И нарисовал. Ну не знаю, хороша ли она или нет. И я опять же вчера, но этот человек просил не называть его имени. Но я её не называю. Кто не хочет, того не называют. Но и школа, и человек будущего. И вот я спросил эту вчерашнюю картину. Я говорю, сделал. Я не знаю, как тебе она понравится или нет. Потому что у меня есть беспокойство. Когда я абсолютно уверен в том, что я дописал картину, я никого не спрашиваю. А когда у меня есть чувство, что что-то я не чувствую, вдруг не так, вдруг глаза замылились, вдруг я сам под гипноз. Потому что я там сосредоточился с такой душой и работаю. Кстати, формулу скажу. Любимая работа это та, когда ты одновременно трудишься и отдыхаешь. То есть, когда ты работаешь, отдыхаешь одновременно. Это моя формула. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Да, а посмотрите теперь это. И вот мой друг, она сказала, глядя на эту картину, не трогай ее больше. Она говорит, сделанная. Ну, я тогда успокоился и не трогал ее. Она сказала, глаза там, влюбленные, любящие, мужчина такой с розами. Да. Ну, как, друзья. Поллективный разум работает. И мы создали такое направление. В школе человек будущего, хомофутурус. Для чего я это сделал? Для того, чтобы буквально через некоторое время мы будем вместе коллективно решать, вот так, в синергетическом подходе. Кто действительно владеет уже методом ключ, кто действительно не просто уже снимает стресс или восстанавливается с помощью этого метода, а развивает свои способности и творческие качества, плодоизобретательского мышления, мы вместе соберемся коллективно и уже будем решать проблемы, глобальные проблемы человека и человечества. И у нас получится, потому что вместе мы сил. Наша школа для этого. Да, друзья. Итак, до встречи. Конечно, у нас бывает, что следующий ролик вдруг мы не с Наташей сразу сделаем, а еще с кем-то сделаем, а потом с Наташей. Но у нас так. Так что не в защите. Ну, на канале, пожалуйста, кто не подписан, подписывайтесь. И обязательно подписывайтесь на Телеграм. Да, и на Инстаграм. Ну, короче говоря, будьте в курсе, потому что с каждым разом я буду выдавать все более и более интересный и полезный коммент. Ой, коммент, говорю. Господи ты мой, с этими комментами. Пишите вы комменты, чтобы канал продвигался, а я буду выдавать контент. До встречи.